В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Борьба в круглосуточном режиме. Спасатели Росгвардия МНЕФ продолжают отстаивать Мордовский заповедник. Для будущих предпринимателей в детском технопарке Кванториум открылась бизнес-смена. Икар против Терема. Продолжается чемпионат города по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. В Мордовии продолжают тушить лесной пожар в природном заповеднике имени Смедовича. Как сообщили в ЕДДС Темниковского района, площадь активного горения сократилась с 20 до 5 гектаров. Пройденная пожаром общая площадь – 4600 гектар. В тушении задействовано свыше 1500 человек и 280 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России. Добровольцы привлекли авиацию, силы и средства единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Парашютисты-десантники провели контролируемый отжиг вдоль 8 километров минерализованных полос. Также для мониторинга применяют наземные группировки и беспилотные летательные аппараты. Злоумышленники придумали новый способ мошенничества. Вместо привычных смс-звонков о якобы блокировке карт, нечистые на руку граждане переодеваются с сотрудниками МЧС и ходят по домам. За деньги они предлагают обеспечить пожарную безопасность квартиры. Подробности далее. Все чаще жители Нижегородской области становятся жертвами новой схемы мошенников. Злоумышленники заходят в дома, представляясь с сотрудниками МЧС под предлогом проверки печного отопления, электропроводки, вентиляции. Проведя беглый осмотр, эти люди предлагают установить новые приборы, провести другие работы. При этом цена, которую они называют, в несколько раз превышает рыночную, а в случае отказа пугают штрафами. При этом они находятся в гражданской или форме надежды, схожей с формой сотрудников МЧС. И просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После чего предлагают приобрести и установить автономные пожарные замещатели. Эти люди мошенники. Сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форме на одежде. При общении с гражданами они должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, подразделения, должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже граждан какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону 02. Екатерина Опенова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Россиянам будут приходить отчеты об оказанных им услугах по полису ОМС в личном кабинете на портале Госуслуг. Проект приказа Минздрава проходит общественное обсуждение. Информацию можно будет получать автоматически, если человек согласится с рассылкой, либо запрашивать самостоятельно, когда потребуется. Гражданину предоставят сведения о полученном лечении в поликлиниках или больницах, например, о том, каких врачей он посетил, какие обследования прошел, сколько за это денег выделено медучреждению и средств Фонда обязательного медицинского страхования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Масштабное празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнется на следующей неделе и достигнет своего апогея на гала-шоу вечером 21 августа. 19 августа в первый день празднования нижегородцев и гостей города ждет выступление хора из 800 человек на Чкаловской лестнице и парусная регата в акватории Аки-Волге. 20 августа станет своего рода Днем Знаний, в ходе которого состоится открытый городской чемпионат по что, где, когда. Завершится день генеральной репетиции самого гала-шоу, посмотреть которую смогут все желающие. 21 августа начнется парадом духовых оркестров на обновленной Большой Покровской улице. Кроме того, на воде состоится парад судов на подводных крыльях, а уже вечером в 20.21 начнется гала-шоу в акватории двух главных городских рек. Еще 8 сцен появятся в каждом районе Нижнего Новгорода. Кульминацией праздника станет масштабный фейерверк, который также запустят во всех районах города. Как сообщили организаторы, Нижний Новгород намерен поставить рекорд по длине фейерверка. Основной костяк исполнителей и участников, которые выступят на сцене гала-шоу, составили известные нижегородцы или уроженцы Нижегородской области. Для тех, кто не сможет посетить праздник вживую, 21 августа будет доступна онлайн-трансляция и прямой эфир на Первом канале. Эфир стартует после программы «Время» в 21.20. С 21 августа в Нижегородской области откроется летний осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охрана объектов животного мира. По вопросам выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно обращаться в Минлесхоз Нижегородской области по адресу Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 63 или по телефону 434-3288, а также в территориальные подразделения Минлесхоза. Напомним, при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в регионе устанавливается запрет на посещение лесов. Для удобства граждан на сайте Минлесхоз ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено. ВОЗ может одобрить спутник ВИК к середине сентября. Помощник гендиректора организации Марианджела Симао сообщила, что в настоящее время проводятся юридические процедуры по российскому препарату. Спутник ВИК – первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,5 миллиардов человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире. Согласно исследованиям, эффективность вакцины спутник ВИК составляет 97,6%. За минувшие сутки в России выявили 21 932 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 549 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 16 человек. Из тех, кто госпитализирован, 2 в тяжелом состоянии, 38 в состоянии средней степени тяжести. Лето в Кванториуме продолжается. На этой неделе там проходит бизнес-смена стартап. Она посвящена подготовке реальных проектов совместно с наставниками и экспертами. Участники смены станут стартаперами инженерной сферы, углубятся в проектную деятельность. Подробности далее. В Кванториуме Саров пятый раз стартовали летние инженерные каникулы. На бизнес-смене стартапс ребята от 10 до 16 лет попробуют себя в различных инженерно-технических направлениях и поработают над проектами. Началась смена спробных мастер-классов. На них ребята познакомились с направлениями работы квантумов, после чего каждый смог выбрать ту проектную команду, в которой ему хотелось бы заниматься. Смена у нас называется стартапс, то есть стартаперы. Мы учим детей не только создавать проект, но и грамотно его продавать, презентовать. Учим защищать свои проекты, выходить на партнеров. На этой смене с нами сотрудничает активно Центр поддержки предпринимательства. Они будут проводить для детей два мастер-класса. Это основа предпринимательства и искусство создания презентации. То есть как грамотно подойти к инвесторам. Несмотря на то, что идет последний месяц летнего отдыха, дети с удовольствием открывают для себя мир новых знаний даже во время каникул. Многие ребята уже не первый раз приходят на смену в Кванториум. Эта смена только хоть началась, третий день идет, но мне уже очень нравится. Также я этим летом была на смене Партнер Плюс. Мне там очень понравилось тоже. Сначала я сюда не очень хотела идти, но потом я поняла, что тут очень классно, и решила пойти на эту смену тоже. Ожидаю получения новых знаний и улучшения своего навыка обучения, в котором он, в принципе, особен тем, что тебе нужно свое желание что-то делать, чтобы здесь заниматься. Для удобства детей и родителей в этом году запустили рейс автобуса до детского технопарка Кванториум Саров. Ознакомиться с расписанием транспорта или получить подробную информацию можно в группе ВКонтакте или по телефону. Плюс 7-910-875-20-54. Поклонники велосипеда встретились на стадионе школы номер 16. Центр внешкольной работы совместно с ГИБДД Сарова организовал там городской конкурс «Велофан». Для участников подготовили пять этапов. Конкурс прошел в рамках информационно-пропагандистского мероприятия «Хэштег Лето – это маленькая жизнь». Лето – любимая пора для велосипедных прогулок. Поэтому задача акции «Велофан» – научить детей управлять велосипедом в неожиданных дорожных ситуациях. А чтобы знакомиться с правилами «Было не скучно», сотрудники ГИБДД и Департамент по делам молодежи и спорта рассказали о них в форме веселых стартов. Ребята соревновались, кто быстрее и аккуратнее преодолеет препятствия на двухколесном транспорте. Ребята учились управлять велосипедом в сложных дорожных условиях. Я думаю, что сегодняшняя практика, которую они получили, она поможет им для преодоления каких-то сложных ситуаций на дороге и избежать каких-то ненужных аварий. Дети пробовали свои силы в фигурном вождении велосипеда, преодолевая восемь фигур – змейку, перенос предмета, разворот в ограниченном пространстве, тоннель, колею. Многим ребятам справиться с заданиями было непросто, но каждый из них получил бесценный опыт и знание о том, с какими трудностями можно столкнуться на дороге. Когда тренировался, тут, бутылкой все было хорошо. После того, как началось соревнование, у меня началось вольнение, я не мог, просто пропустил стакан с водой. Змейка у меня очень плохо получилась, потому что я пытался ее пройти только один раз, без тренировки. У меня в этой трассе были небольшие ошибки, так как проходила я ее в первый раз. Я поняла, что мне нужно учиться так, приносить предмет, учиться с одной рукой и проходить змейку, потому что у меня в этом очень плохо получается. В велосипедных соревнованиях приняли участие 18 ребят. В конце мероприятия каждому из них вручили светоотражающие брелоки, а пятерка лучших получила еще и сладкие подарки. После перерыва, вызванного третьей волной коронавируса, возобновился чемпионат города по футболу. В очередном матче встретились давние соперники СК Терем и Икар. О том, как проходила игра, расскажем далее. В минувший вторник на центральном поле стадиона Икар лидеры встретились с аутсайдерами. Заканчивается первый круг 72-го чемпионата города по футболу. СК Терем уверенно держится на второй строчке турнирной таблицы. За его плечами три победы и одно поражение. Икар, наоборот, проиграл трижды, пока не выиграл ни одной игры и занимает шестую строчку. Несмотря на такую расстановку сил, первый период закончился неожиданно. Матч проходит в равной борьбе, я бы так сказал. Мы открыли счет на 25-й минуте. Арсений Серебров быстро пропустили, к сожалению, ответный гол. Но поджали соперника и еще забили два гола. Поэтому уверенно лидируем в счете 3-1. Вернуть преимущество Терему не удалось и во втором периоде. Арсений Серебров на 63-й минуте забивает свой третий гол за всю игру. В конце матча Икар снова отправляет мяч в ворота противника. Финальный счет 5-1 в пользу Икара. Это первая победа команды в чемпионате города. Мы в настоящий момент являемся действующими чемпионами города. Но хотелось бы в этом году подтвердить свой титул. Но состав у нас в этом году достаточно экспериментальный. Большая часть игроков новых. Но пока сыграемся. Это не последние игры круга. В седьмом туре Икар на своем центральном поле встретится с Искрой во вторник 17 августа в 18.00. А в 20 часов на этом же поле Терем сразится с Динамо. Молочная и мясная продукция, аппетитная выпечка и бакалея – товары для дома. Это лишь малая часть того, что можно найти в мини-маркете авокадо на улице Кирова, 23. Недавно ассортимент магазина пополнили кубанские колбасы и деликатесы, которые производят в Ростове-на-Дону. В магазине авокадо на въезде в Балыково новый ассортимент мясных изделий. Копченые колбасы, сыр копченые колбасы, грудинки, сало, буженина и различные мясные деликатесы. От рулетов до мраморных колбас. Все это вы сможете найти на прилавках магазина. Вся продукция изготовлена из натуральных ингредиентов. Очень вкусная, свежая. И я думаю, что она будет радовать наших посетителей. И они будут приходить к нам вновь и вновь попробовать колбаску, буженину и различные мясные деликатесы. Уже достаточно большое количество было приобретено. И уже поступили отзывы от наших покупателей, что все очень вкусно. Мы вообще стараемся, чтобы в нашем магазине были те изделия, вообще тот ассортимент, который не представлен в других магазинах. И везем эксклюзивную продукцию. Также в магазине в ассортименте представлены продукты саровских производителей. Большой популярностью пользуются пельмени, котлеты, бризоль и вареники с разными вкусами от мясной сдобушки. А еще большой выбор шоколада. Горький, молочный, темный, грильяжи с разными вкусами. Сувенирные сладости Русь православная и Русь монастырская. С изображением святых мест Сарова и Дивеева. Вы можете приобрести шоколад саровской фабрики шоколадной. Вкусный, свежий и очень любимый нашими горожанами. Шоколад очень часто берут в подарки. Если едут к родственникам, к ним приезжают. Потому что это символ города, такая торговая марка, которая олицетворяет наш город. На прилавках вы найдете не только свежие продукты, но и различные бытовые косметические принадлежности. Помимо продуктов питания, также представлены хостовары, различные моющие средства, средства для бани, соли, запарки, растирки различные, ароматические масла. У нас очень красивые и качественные беники с травами есть для бани. Магазин авокадо ждет вас на въезде в Балыково, улица Кирова, 23. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!